Всем привет! Начинаю видео с просьбы. Ребята, хочу рассказать всем, кто меня уже давно смотрит, знает, любит, с кем мы дружим. Вот так вот в видео. Но речь не о том сейчас. Многие, большинство из вас знают, что мой брат служит. Я никогда не говорила, где он служит и чего и как. В данный момент он находится на выезде на боевых заданиях. И служит он в НГУ, Национальной гвардии Украины, минометная как-то бригада. Я точно не, в общем, эти все формулы не понимаю. Но, короче, он минометчик. И сейчас буревий. И ребята сейчас, им нужна помощь, собирают деньги на машину, на пикап для выполнения боевых заданий. Для выездов, для загрузки, перевозок и так далее. На позиции людей, состава личного и всего остального. Короче, очень необходимо собрать им на эту машину. И я никогда ни о чем не просила вас. И сейчас, в принципе, для себя не прошу, а прошу для наших защитников, для наших пацанов, хоть немножечко помочь. Максимально, насколько можно. Вот. Заранее говорю, всем огромное спасибо. Я оставлю в описании под видео. А также сейчас здесь, в видео на экране, будут все ссылки на телеграм-канал. Там ребята делают все отчеты, сколько собрали, чего купили, куда потратили. Вот. Также номер счета для сбора, для донатов. И также я оставлю номер банки. Вот. Там можно перейти по ссылкам. Будет. В общем, все это я оставлю. Пожалуйста, очень-очень всех прошу. Кто может, по возможности, помогите нашим пацанам. Еще раз повторюсь. Никогда ни о чем не просила. А сейчас очень прошу. Потому что там находится мой брат в этой бригаде. И пацанам нужно. И это, можно сказать, и моя просьба тоже. Знаете, на войне чужих не бывает. Они все наши, родные, наши защитники. Если можно, пожалуйста, давайте поможем. Спасибо всем за помощь. Кто не прошел мимо. И меня услышал. Все, ребята. Я продолжаю наш день. Это такое отступление немножечко. У меня сегодня выходной. И я хочу сейчас полдня отдыхала, если честно, сегодня. Прям один выходной. И сейчас опять на 4 дня на работу выхожу. Поэтому решила сегодня так. Максимум насладиться домом, отдыхом. И на связи с братом сегодня тоже целый день. И, короче, как-то так. И хочу сегодня испечь... В общем, пока я отдыхала, то все, у меня пришла мысль испечь бисквитик. Вытащила с морозилки этот... Как он называется? Малину. Ой, не малину. Клубнику, перекрученную с сахаром. Яблок у меня нету. Я думала шарлотку. Так как яблок нету, то решила сделать такой бисквит. И перемажу клубничкой. Вот так вот. Оставайтесь со мной. Поставила уже пирог. Ой, как поднялся. Кстати, соду не добавляла. Оказывается, я поняла одну вещь. Добавляешь соду. Он пышный тоже, но он темнеет от соды. А так бисквитик светленький получается. А тут рыба. Сережа на рыбалке был. Смотри. Пережарю. Свеженькая пока. Такой пирог у меня получился. Появился. Перемазываю клубникой с сахаром. Свежей. Ну, замороженной. Я вот так на три части порезала. И сейчас положу. Вот это будет вторая часть. И смажу. И потом сверху коржик. Будет такой пирог. Смотрите, какой бисквитик получился в разрезе. Конечно, сметанка была бы еще. Сметанкой бы перемазать. Ну, ничего. Так вкусно. Такой светленький. Пышненький. Более-менее. Ну, чуть я его пересушила, конечно. Жду уже. Виктория где-то едет. Ай, хочу сама с Киева. Я уже ее жду. Соскучилась за выходные. Сейчас приедет. Наболтаемся. И спать завтра уже на работу. Такие дела. Так, ребята. Новый день. Я уже отработала. Отпрыгала на батутах. Трошки скупилась. На обратном пути с Викой. Колбаса, сыр. Ох, видите, уже сил нету даже держать продукты. Назара же в школу эту неделю. Надо же много бутерброда и всегда что-то было. Молоко, хлеб, мясо, свинина. Сейчас замариную. Завтра буду уже тушить. И филеечки. Так, что-то тут у нас. Что-то у нас тут. А, макароны. Вот, сисережка, походу, готовил. Сиски, макароны. Я не хочу кушать. После тренировки. Фу. Устала. Кормится. Сейчас переоденусь. И отдыхать. О, нет. Замариную маску. Потом можно отдыхать. Устала. На старости лет сдурела, короче, макароны. Макароны. Пошла на батуты. Я вам скажу, там в комментариях спрашивали, или чувствую я там похудение. Ну, во-первых, я только третий раз сегодня ходила. Во-вторых, я как-то не взвешивалась. А, в-третьих, все, что я чувствую, это легкость. Мне стало легче. Физически легче. Вот как-то, ну, все легче стало. Не знаю, с чем это связано. Ну, посмотрим. Пока вот так. Хоть и тяжело, но мне нравится. Как всегда, напоминаю, колотаю маринад для мяса. И замариную куриные филеечки и свининку в одном. Приправки для мяса. Соль, соус, соль, горчица, чесночок, мед. Все переколотала. Мясо обволакиваю и ставлю до завтра. Уже завтра после работы буду тушить. И все. Назарка убежал. Все. Теперь хочу на релакс. Хочу сказать всем пока. И, пожалуйста, еще раз попросить. Кто, как, чем может помочь нашим воинам, нашим ребятам, нашим пацанам, моему брату. По чуть-чуть, с миру по нитке, понемножечку, и мы сделаем великое дело. И ребята смогут взять то, что им нужно. Еще раз напоминаю, все ссылочки будут в описании под этим видео. Можно будет перейти. Я оставила там в начале видео скриншоты. А чтобы перейти по ссылкам, будут в описании все. Очень прошу вас, пожалуйста, понемножечку. Да? Понемножечку, и мы сделаем великое дело. Все. Всем мира, нам победы. Всем добра. Обняла. Пока.